Подготовка коек для лечения пациентов с COVID-19 идет полным ходом. Первый этап охватил южные регионы страны. Подготовлено 4794 места в Оржской, Джалабадской и Баткенской областях. Из них 519 размещены в инфекционных отделениях. Второй этап проводится в терапевтических отделениях и на базе стационаров. Предусматривается еще около 3000 коек. По первому этапу Баткенской и Оржской области уже полностью готовы к открытию. Первый этап предусматривает подготовку коек, то есть исключительно для инфекционных больных, а по второму этапу для больных со соматическими заболеваниями. В настоящее время инфицированные пациенты проходят лечение в Национальном центре фтизиатрии, в Национальном госпитале, в Республиканской клинической инфекционной больнице и в ЖД больнице. По словам Кубанычбека Халмаматова, мест для приема пациентов еще достаточно. При необходимости будут задействованы специализированные организации здравоохранения. У нас в достаточном количестве имеются кислородные концентраторы, ведь когда был пик заболеваемости, мы все закупили. Мы надеемся, что их хватит. У нас в Республике на данный момент имеется свыше 8 тысяч кислородных концентраторов. Кроме этого, мы дополнительно еще закупаем аппараты ИВЛ, аппараты ЭКГ, современные аппараты УЗИ. Кроме этого, если эпидемиологическая ситуация в столице ухудшится для лечения больных с COVID-19, мэрия Бишкека подготовила дневные стационары. По данным пресс-службы столичного муниципалитета, стационары открыли по следующим адресам. Ленинский район, школа номер 96, расположенная в жилмассиве Ак-Курдо, на 30 койко-мест. И в школе номер 95, в микрорайоне Джал, на 50 койко-мест. Первомайский район, в школе номер 81, в жилмассиве Ак-Босу-Го, на улице профессора Зимы 262, на 40 койко-мест, и в 69-й школе, на улице Айни 13, на 120 койко-мест. А в Октябрьском районе открыли стационар в 6-м микрорайоне, в 39-й школе на 50 мест, и в школе номер 63, в 11-м микрорайоне, на 40 койко-мест. А что касается Сверловского района, на 50 койко-мест открыли стационар в 4-й школе по улице Гамбаева Атая 207, на 50 койко-мест, и в лице номер 65, на 60 койко-мест. Минздрав принимает все меры для предотвращения второй волны коронавируса. По словам Нурлана Галбаева, директора Центра семейной медицины Ленинского района, для борьбы с болезнью достаточно опытных кадров. У врачей более чем достаточно защитной одежды и необходимого медицинского оборудования. Со стороны Министерства здравоохранения и местных властей нам дали ряд поручений, чтобы больница была готова к возможной второй волне коронавируса. Мы, конечно, сразу же начали готовить наших врачей, и в августе-сентябре месяце отправили наших медработников, чтобы они прошли специальное обучение. Кадров у нас достаточно. На базе школы у нас имеются стационары на 200 койко-мест, для каждого закреплены врачи. У них есть сессии, респираторы, все необходимое, чтобы они благополучно выполняли свою работу. В настоящее время полностью готовы все временные стационары, организованные на базе таких социальных учреждений, как школа, детский сад. Также решен вопрос с отоплением, чтобы пациенты не замерзали. На сегодняшний день по городу подготовлено 20 стационаров на 1200 койко-мест. По данным ведомства, в них достаточно запасов кислородных концентраторов лекарств и средств индивидуальной защиты. Наргиза Нурмаметова, Джантай Макенов, Пирамида.